Доплата к пенсиям сверх прожиточного минимума. Этот вопрос стал единственным в повестке дня внеочередной сессии Государственного Совета Республики. Законопроект о доплатах к пенсиям сверх прожиточного минимума для неработающих пенсионеров правительство России внесло в Государственную Думу 4 марта. От регионов сейчас ждут отзывов, замечаний и предложений. Суть документа в том, чтобы не включать в итоговую сумму материального обеспечения пенсионера цифры, получившиеся после расчета текущей индексации пенсии. А выплачивать их сверх, после того, как сумму доведут до прожиточного минимума социальными выплатами. Для примера, возьмем пенсионера, чья пенсия составляет 7200 рублей. При том, что прожиточный минимум для пенсионеров Чуваши сейчас 7953 рубля. По старым правилам, пенсию бы сначала проиндексировали. С 1 января этого года она 7,05%. Получилось бы 7707 рублей 60 копеек. Затем, чтобы довести эту сумму до прожиточного минимума, пенсионеры бы доплатили 254 рубля 40 копеек. По новым правилам, сумму индексации не будут учитывать при доведении пенсии до прожиточного минимума. Пенсионер получит доплату 753 рубля. А затем и сумму индексации 507 рублей 60 копеек. Итого сумма составит более 8000 рублей. Таким образом, у каждого неработающего пенсионера, у кого страховали или социальная пенсия ниже прожиточного минимума, они будут получать пенсию в размере прожиточного минимума пенсионера плюс сумму индексации пенсии. Законопроект будет действовать с 1 января 2019 года. И предусматривает перерасчет с 1 января сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами. Большинством голосов проект закона республиканский парламент поддержал. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.